Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Обратимся с вами к Евангелию от Матфея, продолжим о нем разговор и посмотрим на 26 главу. По сравнению с другими главами, 26 глава очень велика. В нее попадают множество событий, начиная с помазания Христа на вечере в Вифане и кончая отречением Петра во дворе первосвященника. Целая череда событий, в которых довольно мало, собственно, слов. В основном, как и Марк и Лука, евангелист Матфей здесь следует уже устоявшемуся на тот момент рассказу о страстных днях. И на первом плане сами события, значения для читателя имеют сами события, а не те или иные толкования или выводы, которые из этих событий можно сделать. Ну, вероятно, так следовало бы и нам тоже относиться в первую очередь к этому тексту. Единственное замечание, которое с этим мне хотелось бы сделать, предварительное, вот какое. Христиане первого поколения, особенно те, к которым обращался евангелист Матфей, писавший на еврейском языке, неважно, был это арамейский или иврит, были в основном иудеями, которые воспитывались в иудейской традиции, и, соответственно, Пасха, празднование избавления, которое совершает Бог, для них было вещью очень конкретной, содержащей некоторые необходимые компоненты. Одним из этих необходимейших компонентов являлась и является Агада, рассказ о том, как именно происходит это избавление, о египетских казнях, переходе через Красное море и связанных с этим событиях, жертвенном Агнце. Агада, сложившаяся за столетия до Рождества Христова, так или иначе предполагает некоторую информацию, которую читающие, празднующие Пасху актуализируют в своем сознании в тот момент, когда это празднование совершается. После смерти и воскресения Христовых для общины его учеников довольно очевидно, что избавление Божье стало не в меньшей степени связано быть с смертью и воскресением Иисуса Христа, не меньше, чем с переходом народа Божьего через Красное море. И, собственно, страстной рассказ о событиях, которые начинаются обычно со входа Господня в Иерусалим или с вечери в Вифании и до его воскресения, этот рассказ сложился очень рано, потому что он был востребован во всех крестьянских общинах, больших, малых, именно как своего рода новая агода, как рассказ о том, как же совершилось избавление Божье. Рассказ, нужный не столько потому, что кто-то чего-то не знает и нужно проинформировать, сколько нам нужно сосредоточиться, если хотите, в созерцании этих событий в тот момент, когда мы собираемся для празднования Пасхи, для празднования Вечери Господней. Такова, повторяю, в ранних общинах функциональность этого рассказа, поэтому, скорее всего, он был раньше других евангельских фрагментов записан, потому что, как только общество христиан стало включать в себя новых людей, не бывших очевидцами смерти и воскресения Христовых, конечно, этот рассказ тоже становился жизненно необходим. Итак, вот на основе этого рана, рана, в начале 30-х годов сложившегося рассказа, Матфей, Марк и Лука выстраивают свои повествования о страстных событиях, которые евангелист Иоанн лишь дополняет тем, что в этот устоявшийся рассказ не попало по тем или иным причинам. Поэтому, собственно, структура, логика, последовательность событий вот определяются этой ключевой мыслью, что происходит, какие события происходят, когда Бог спасает свой народ из смерти, что значит вот это новое избавление. Итак, евангелист Матфей сообщает нам, что в тот момент, когда приближается Пасха, за два дня до Пасхи собираются старейшины, псаддукеи, фарисеи, весь Синедрион, кто там в него еще входил, книжники, собираются и думают о том, чтобы каким-то образом избавиться от Иисуса, взять его хитростью и убить. Собственно, проблема вот в чем. С их точки зрения, они опасаются, что люди, которые считают Иисуса Мессией, считают Иисуса Христом, а таких людей не так мало, поднимут бунт, поднимут восстание, потому что Мессия – это в первую очередь освобождение от власти язычников, от власти римлян, от этих самых вот оккупантов, которые угнетают народ Божий. И впрямь угнетают, и здорово угнетают, тут как бы сомневаться-то не нужно. Вот. Стал быть, первосвященники опасаются, что поднимется бунт, и в результате может произойти все, что угодно. Предут римляне и овладеют местом сим и народом нашим, как передает мотивацию первосвященников-евангелисты Иоанн в своем рассказе. Вот. Но в то же время, как и в других случаях, они полагают, что если лидера этого мессианского движения убить, ну вот проблема решится сама собой, потому что такова природа мессианских движений. Они движутся не за какую-то идею политическую или социальную, или какую-нибудь еще, а именно за представлением о конкретном человеке, как о мессии, как о кресте. Поэтому они думают, что если этого человека каким-то образом ликвидировать, то вот все сразу станет хорошо, наступит тишь и гладь. Но при этом они понимают, что если люди узнают об этом, это может вызвать не меньшие беспорядки. В общем, их желание, чтобы все оставить тихо и ни в коем случае, чтобы никто не бунтовал. Не бунтовал. Дальше их действия, собственно, этим и мотивируются. Потому и понадобился им предатель, что пытаться арестовывать Иисуса в храме слишком опасно. Здесь могут оказаться его сторонники, и это может вызвать массовые беспорядки, как это теперь называют. Но прежде чем перейти к, собственно, вот этим событиям, к предательству Иуды Искариота, Матфей также рассказывает нам о вечере в Вифании в других вариантах. Мы видим это как событие, происходящее, может быть, в доме Лазаря, может быть, вот как Матфей говорит в доме Симона Прокаженного, когда некая женщина, Матфей ее не называет, в других вариантах мы можем увидеть ее названной по имени. Вот у Матфея некая женщина, неизвестная, приближается к нему и возливает ему на голову драгоценная мира. Тоже часто мы так думаем, что вдруг ни с того, ни с сего в комнате она вдруг взяла там этот сосуд и начала поливать голову Иисусу. Скорее всего, это вечеря происходило на полуоткрытой площадке у дома Симона Прокаженного. Это был, в общем, сельский дом, и в нем было нечто похожее на Достархан среднеазиатский, то есть площадка, огороженная невысоким барьером, на которой возлежали хозяины гостя за трапезой, и она была, весьма вероятно, открыта с улицы. Вот. И, может быть, таким именно образом это возлияние драгоценного мира произошло. В конце концов, важно не это, а важно вот что. Смотрите. Во-первых, кто-то из учеников, Матфей здесь не пишет, что это был Иуда, об этом нам сообщает Иоанн, кто-то из учеников говорит, что, ну, зачем тратить, вот так тратить, такие дорогие вещи, когда можно было бы там продать, раздать нищим за большие деньги. Вот. И на это Господь говорит, у вас всегда есть возможность благотворить нищим. Нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. И вот это может быть ключевая фраза во всей истории. Господь говорит о том, что помимо обычной человечности, доброты и сострадательности, о которых шла речь полустраницы и выше в притче о последнем суде, помимо этого важны и отношения с Иисусом лично, что мы, как мы относимся лично к Нему, потому что все остальное сейчас уходит на второй план. Страстные события – это события, которые происходят с Иисусом, и мы участвуем в них так и настолько, насколько мы сострадаем уже лично Ему, насколько мы вообще способны действительно отнестись к Нему, как к личности, к своему другу, который в этой ситуации страдает нами, брошенный и преданный. И вот он говорит о том, что она возлила меры сие, чтобы приготовить меня к погребению, потому что когда действительно его будут погребать, уже не будет ни времени, ни возможностей, ни мира для того, чтобы приготовить тело его к погребению. И евангелист говорит о том, что вот именно увидев это, увидев это, то, что Иисус предлагает ученикам осмыслить взаимопоношения каждого из нас с ним, с Иисусом. Иуда идет первосвященникам для того, чтобы выдать им, где можно будет найти Иисуса ночью без народа, то есть так, чтобы его арест не вызвал беспорядков. Существует несметное количество толкований, зачем и почему это сделал Иуда, и какие мотивы им двигали. Но по совести сказать, это, в общем, не слишком интересно, потому что наша основная задача не понять его мотивацию, а избежать того, что делает он, не делать этого, в конце концов. Вот. И действительно осмыслить свои отношения с Иисусом, попытаться выразить любовь к нему, осознать и выразить даже хотя бы вот такими немножко в самом деле странными средствами, как эта женщина, которая льет ему на голову драгоценные мира. Теперь дальше Матфей переходят к рассказу о Тайной Вечере, которая, когда в первый день опресноков ученики спрашивают у Иисуса, где нам приготовить Пасху. Как я уже говорил, Иерусалим был не так велик, а число желающих совершить Пасху по закону, то есть в стенах Иерусалима пасхальную трапезу было чрезвычайно велико вместе с паломниками. Поэтому там буквально по часам даже не на ночь, а на часть ночи сдавались помещения паломникам для того, чтобы они совершали там пасхальную трапезу. И совершалась она не один день, не только в собственно пасхальный вечер, но празднования эти начинались заранее. И такого рода помещения надо было искать. Существует гипотеза, что вот там общины учеников Христовых начинают искать это помещение в самый последний момент, но это все же представляется маловероятным. Скорее всего, рассказ говорит нам о том, что Иисус посылает своих учеников к кому-то из других своих учеников, с которым вероятно была некоторая договоренность. учитель говорит, вот в доме твоем совершу я Пасху с учениками моими. В общем, это с одной стороны очень напоминает конспиративную квартиру, ну, а с другой стороны действительно, я бы сказал, свидетельство исторической адекватности рассказа этой детали. Ты не можешь просто там прийти и совершить в стенах Иерусалима пасхальную трапезу. Это надо делать возможно заранее и заранее договорившись, заранее найдя это место. И вот на трапезе Господь говорит ученикам о том, что один из вас предаст меня, горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Здесь на самом деле возникает некоторая парадоксальная ситуация, потому что с одной стороны он говорит Сын Человеческий идет, как написано о нем, а с другой стороны он говорит о предательстве как некоторым тоже личном выборе, личном выборе человека. И в общем мы можем спекулировать на тему того, что не предай его Иуда, там кто-нибудь другой бы нашелся. Нет, не это важно. Иисус скорее ожидает именно того вопроса, который задают ученики. Не я ли Господи? Необходимо для христианина, для читателя проверять себя хотя бы время от времени, насколько ты действительно верен этому родственному выбору. И дальше в самых конспективных словах, как и другие евангелисты тоже, Матфей рассказывает об одной из самых важных вещей вообще в Евангелии, вообще в нашей вере, в наших отношениях с Богом, об установлении таинства Евхаристии. Он говорит о том, что Иисус берет хлеб, благословляет его и дает ученикам со словами «примите, ешьте это мое тело». При совершении пасхальной трапезы было принято, ну, насколько мы сейчас можем это реконструировать, отнюдь не стопроцентно, но все же было принято откладывать отдельную часть хлеба как знак присутствия Мессии. Потом в конце трапезы она съедалась, этот кусок мацы, кусок опресника. Знак того, что будущий Мессия, которого Бог пошлет когда-нибудь своему народу, вот он в этом хлебе присутствует здесь, на нашей трапезе, когда мы празднуем Пасху в этом году. Это один важный момент. Второй, среди раввинов наиболее авторитетных фарисейских раввинов существовало не то, чтобы обычай, это не была регулярная практика, но во всяком случае известные примеры того, как этот раввин меняет образ совершения пасхальной трапезы и говорит «делайте так в память обо мне». в знак того, что вы не вообще фарисеи, а ученики Шаммая, вот, да, в память об этом делайте, совершайте эту самую трапезу вот так, внося какие-то обычно достаточно незначительные изменения в образ совершения этой пасхальной трапезы. Да, когда Иисус говорит «делайте так в память обо мне, сие творите в мое воспоминание», это скорее соотносится именно с этим обыкновением фарисейских раввинов. Совершайте эту трапезу вот так, в память о том, что вы не вообще верующий во что-то, в кого-то, а ученики Иисуса Христа. Что же именно нужно делать? Вот Иисус берет этот хлеб, благословляет его, говоря, как и положено на этой трапезе «Благословен ты, Господи Боже, наш Царь Вселенной, изводящий хлеб из земли». И насколько тоже мы можем не со стопроцентной уверенностью реконструировать эту трапезу, но все-таки берет именно тот кусок хлеба, который обозначает присутствие Мессии, присутствие Христа. Это знают его ученики, они понимают, они не первый раз на пасхальной трапезе. Да, они делают это с детства, и они, для них вот совершенно прозрачное действие Господа Иисуса. Он говорит, что теперь, вот, преломляя этот хлеб, это я сам, это мое тело и кровь, вся полнота его жизни, которую он предлагает своим ученикам. вот этот хлеб становится не просто знаком будущего присутствия какого-то Мессии, которого когда-нибудь Отец Небесный куда-то пошлет к людям, а это непосредственное личное присутствие самого Господа Иисуса Христа. И в том, как складывается жизнь общины учеников Иисуса на протяжении вот двух тысячелетий прошедших с этой трапезы очень видно как доверие или недоверие словам Иисуса, сказанным здесь доверие или недоверие тому, что это действительно он сам и это действительно его жизнь, его тело и кровь. В общем, очень много от этого зависит. Без сомнения это один из самых важных центральных моментов, потому что когда мы говорим о том, что страстные события разговор о спасении, я бы дерзнул утверждать, что может быть в меньшей степени это относится к тому, что в богословии, особенно средневековом, принято называть непонятными словами об искупительной жертве, непонятными. Трудно объяснить, что эти слова реально означают. Скорее речь идет именно о том, что Бог дает нам самого себя в пищу, он становится нашим хлебом, он умаляется не только до образа раба, как пишет Павел, но и до того, чтобы стать нашим хлебом. и скорее фокусная точка разговора о спасении именно в том, что мы все становимся участниками этой трапезы, и всякий хлеб, который мы поднимаем над землей и предъявляем Богу, вот берет Иисус в руки в этот момент. Но, конечно, тоже, поскольку это действительно одна из центральных, самых важных вещей в нашей вере, в размышлении об этом созданы несметные полчищи толкований и гигантские тома литературы, и я думаю, что для нас, читая евангельский текст, важно не столько вот это вот все глубокомыслие ученое, сколько само событие, что происходит, что говорит Иисус ученикам. Иисус говорит им, вот теперь, совершая благодарственную трапезу, вы делаете не так, как вы это делали раньше, ожидая будущего Мессию когда-нибудь, а непосредственно принимая вот этот хлеб, как меня самого, Мессию, уже пришедшего, уже вошедшего в вашу жизнь. После этой трапезы Матфей здесь пропускает, ну, может быть, даже скорее не Матфей, а составитель изначального рассказа, пропускает некоторые важные моменты, о которых потом расскажет евангелист Иоанн в своем Евангелии, говорит только о том, что воспев, пошли на гору Елеонскую, воспев, имеется в виду хвалебную песнь Богу, не будем забывать, что собственно, вот та трапеза, то таинство Евхаристии, которое устанавливается, происходит, совершается именно в благодарственной трапезе. Делайте это, в мое воспоминание, не столько речь идет о необходимости ломать хлеб, сколько о благодарении Богу за сотворение этого мира, за нашу жизнь, спасение и завет, который он с нами заключает. На самом деле в этом воспев подразумевается довольно много всего. Вот. Ясное дело, что заповедь новая, Христос ведь дает две новые заповеди, любите друг друга, как я возлюбил вас, и вот это, сие творите в мое воспоминание, она в первую очередь подразумевает именно эту благодарность, это воспевание хвалы Богу. И вот они идут на Елеонскую гору, Господь говорит им о том, что вы все соблазнитесь, и некоторые, вот, например, Петр, пытаются бить себя пяткой в грудь и говорить, что нет, нет, там даже если все, я ни за что и никогда. И, в общем, очень видно, конечно, насколько все наши человеческие попытки быть уверенными в себе ничтожны по сравнению с происходящими событиями. Господь говорит Петру, а Петр действительно любит Иисуса, кто бы сомневался, и когда после воскресения на море Теверятском он говорит Иисуса об этом, да, конечно, Иисус знает это и так, и принимает это исповедание Петра, вот, но Петр говорит, нет, 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 все там, все будет правильно, все будет хорошо, но то, что происходит, оказывается, в общем, сверхчеловеческих, силой человеческого понимания, это тоже очень важно. Спасительные события, то, что действительно выволакивает свидетеля этих событий, читателя этого текста, из смерти в жизнь, из отчаяния к надежде на встречу с Богом, это делает Иисус, и только Иисус, это тоже чрезвычайно важная такая вещь, а Петру, он говорит, ну, подожди, прежде чем пропоет Петух, трижды отречешься от меня. Довольно печальные, конечно, слова, но для христиан они стали очень важным предупреждением, потому, может быть, и вошли, я-то склонен думать, что по настоянию самого Петра, вошли в этот рассказ, что это важно было понимать с самого начала, это Иисус, его страдания и его смерть пролагают для нас путь жизни, а мы очень немощны и ничего не можем рядом с этим, можем быть только молчаливыми свидетелями и то в меру своего человеческого смирения, прежде чем пропоет Петух трижды, отречешься от меня. Еще тоже один очень важный аспект, не такой бросающийся в глаза современному читателю, но гораздо более важный может быть для первых поколений христиан, это свидетельство того, что во всех моментах этого страстного пути Иисус в здравом имеет резвые памяти, ясно понимает, что с ним происходит. Наоборот, окружающие скорее либо с трудом понимают, что происходит, как Петр или какие-то стражники, или кто-то еще, или Пилат, другие участники этих событий, которые лишь потом могут осознать все происходящее, а Господь осознает происходящее в полноте целиком все мгновения этого пути один за другим. Это тоже очень важный нюанс и очень важная тема страстного рассказа. И весьма вероятно, что вот это предсказание об отречении Петра, в первую очередь об этом должно было свидетельствовать первым читателям Евангелия. Дальше, когда они приходят в Гефсиманский сад, мы читаем с вами здесь рассказ о Гефсиманском барении, тоже, в общем, разговор, некоторое свидетельство о том, что Иисус понимает, что происходит и что будет происходить. И он молится Отцу Небесному и говорит, если это возможно, доминует меня чаша сия. Возможно или нет, не так важно. Страшно ему или нет, но мы не смеем на самом деле размышлять подобным образом. По факту мы видим, что он молится и говорит вот такие слова. Говорит вот такие слова. и под его как капли крови, падающие на землю. Это трагический момент, когда собственно совершается вероятно выбор и при аресте Иисус говорит одному из учеников, ты что думаешь, я не мог бы сказать Отцу дай мне 12 легионов ангелов? Мог бы подразумевается ответ, но его выбор вот такой, но да будет воля твоя. Это первое. Второе, тоже мы снова видим здесь Иисуса, который в борении, но все-таки осознавая происходящее, идет по этому пути и принимает волю Отца Небесного и говорит, да будет воля твоя и людей, которые не в силах в этом участвовать, учеников, которых одолевают сонливость, то ли от страха, то ли впрямь от усталости, тоже не нам судить. Но изображение, собственно, да, икона, которую предлагает нам здесь евангелист, выглядит именно так. Иисус, который осознанно идет по своему пути в борении, принимая волю Отца и все остальные, которые просто падают на землю, потому что это нам не по силам. Снова то, что происходит, избавление нас от рабства греху, от драматического разрыва с Богом, который совершается в жизни каждого из нас, это избавление делает Иисус, и только Он, и только Он, и делает это добровольно, добровольно. Вот еще одно очень важное слово, которое и в богословии, и в гимнографию, связанную со страстными событиями, вошло очень прочно, и оно действительно важное. Он это делает, потому что таково его решение. И вот в третий раз, сказав «Да будет воля твоя», он поднимает своих учеников, потому что уже пришел этот наряд дружинников, собственно, почти так правильно было бы назвать этих стражников храмовых саудой во главе, которые пришли его арестовывать. Там было темно, это вам не общественный парк современной жизни, поэтому надо было, чтобы Иуда указал, кого именно арестовывать, он целует Господа Иисуса, и на него налагают руки. здесь мы не видим присутствующих в других Евангелиях рассказы о том, что они спрашивают, Иисус спрашивает их, кого вы ищете, они говорят, Иисус Назарянина, и он говорит им, это я в такой форме, как, по крайней мере, должно было по-гречески прозвучать священное имя Божье, поэтому здесь нету как бы пропущен этот рассказ о том, как они падают на землю, зато мы видим здесь попытку одного из учеников Иисуса, насколько мы можем судить по сложившейся традиции и другой информации из других источников, вероятно, это был Петр, ну и, в общем, по характеру похоже, действительно пытается вмешаться в происходящее и там отрубают ухо бедному несчастному рабу первосвященника, который тут подвернулся, то есть, собственно, происходит ровно то, чего первосвященники и хотели избежать, бунт, массовые беспорядки, народное сопротивление в лице вот этого вот ученика Иисуса выхватившего меча. И снова, как во всей этой главе, мы видим Иисуса, который осознает происходящее и опять человека, который что-то пытается сделать, а не получается ничего, а не получается ничего. это еще одна версия, еще один способ сказать о том, что это Бог в Иисусе может совершить наше спасение, крестную смерть и воскресение, а люди здесь не могут ничего. Так и этот ученик, в конце концов, Иисус говорит ему, ты думаешь, что я не мог бы защититься каким-нибудь другим путем, и ученики разбегаются и спрашиваются, чего было калечить этого самого раба-первосвященника. Люди здесь не могут ничего. Это действительно дело, которое Бог совершает в Иисусе Христе в Своем Сыне. И тоже не будем забывать, что для евангелиста Матфея, пишущего о Иисусе для иудеев это один из немногих приемлемых для его читателя способов показать и увидеть то, что мы сегодня называем божественностью Иисуса, то, что сам Иисус говорит, я и отец одно, то, что Павел формулирует словами, в нем обитала вся полнота божества телесно. Наконец, после ареста евангелист Матфей говорит о том, что повели Господа Иисуса к первосвященникам. Там, на самом деле, в это время, во-первых, было, я бы сказал, полтора первосвященника, Каяфа, который формально был первосвященником, занимал эту должность, и отставной Ханан, его тесть, который вроде как формально первосвященником не был, но неформально к нему относились как человеку гораздо более уместному в этом качестве, чем этот самый Каяфа. И кто реально осуществлял полномочия, сказать сложно. Каяфа был таким в каком-то смысле местоплюстителем, а закулисным, вероятно, Ханан. И, в общем, перемещение этого наряда дружинников, арестовавших Иисуса, между домами Ханана и Каяфы этой ночью, и где собирается Синедрион, достаточно сложные, поэтому каждый из евангелистов рассказывает так, пунктирно. Существует несколько попыток реконструировать события этой ночи более или менее убедительные исторические. Ну, в общем, их не так трудно найти. Но я думаю, что в первую очередь для читателя важно тоже снова увидеть, как вот собирается суд над человеком, которого решено убить. И требуется найти хоть что-нибудь, хоть какие-нибудь обвинения для того, чтобы это не выглядело просто расправой. Хотя в конечном итоге это и является просто расправой, и будет выглядеть в веках просто расправой. Да, Матфей говорит о том, что первосвященники, члены Синедриона искали лжесвидетелей и не находили. Ну, можно предполагать этой глубокой ночи, что какие-то посланцы Синедриона бегают по спящему городу и думают, кого бы привлечь в качестве свидетеля и вручить ему, как мы бы теперь сказали, повестку. Ну, в общем, это довольно мало, вероятно. И в таком случае было бы совершенно неудивительно, что никого не могли найти. Нет. Поиски свидетелей начались заранее. Ну, по закону они должны были начаться за 40 дней до судебного процесса по закону Торы и согласно Торе, ну, вернее, действующему тогда около Моисея его законодательства, согласно обычаю, должны были искать свидетелей защиты. Ну, другой разговор, что, как это часто бывает в инсценированных судебных процессах с заранее предопределенным результатом, должны искать свидетелей защиты, а ищут совсем других свидетелей. Это, в общем, само собой разумеется. Все-таки, вероятно, слова Матфея о том, что искали лжесвидетелей против Иисуса, чтобы предать его смерти, относятся к именно саглядатаям, которые сопровождали Иисус и его учеников некоторое время, может быть, даже с осени 29-го года, мы помним, что Фома, когда Иисус с учениками возвращаются из Иордана, когда умер Лазарь, Фома говорит, пойдем, и мы умрем вместе с ними, потому что они все знают, что там уже ищут, там уже роют землю, чтобы найти свидетельство для судебного процесса над Иисусом. Вот. Но, в общем, удивительно, что они так толком ничего и не нашли. Ну, может быть, они могли бы подкупить кого-то, кто за деньги сказал бы им, что он там хотел свергнуть цесарь Кезаря. Этого не находится. обвинения, которые предъявляют свидетель, свидетели, в общем, не стоят выеденного яйца. В конце концов, ну, мало ли, кто чего говорит. Ну, да, он сказал, могу разрушить храм сей и в три дня воздвигнуть его. Да, хотя он не говорил могу разрушить, он говорил другим людям разрушьте, и я в три дня воздвигну его. В конце концов, чтобы дискредитировать этого человека, можно сказать, ну, давай, разрушь, построй. Но снова скажу, это обвинение, которое совершенно не устраивает судей, не устраивает Синедрион, потому что а за что тут присуждать к смерти, за что его убивать? И в конце концов, в результате первосвященник обращается к нему напрямую и говорит, заклинаю тебя Богом живым, то есть это требование перед Богом, перед Богом. сказать последнюю правду. Ты ли Христос Сын Бога Живого? И когда Господь Иисус на это говорит, да, это так, ты сказал, так было принято, такова была принятая форма утвердительного ответа в те времена, так это и есть, следовало бы перевести сегодня, тогда вот этот первосвященник устраивает, ну, если хотите, в общем, истерику. разрывая на себе одежды, что начинают делать тоже все окружающие, и говорит, богохульство, богохульство. Сложно утверждать на самом деле, опять же, можно ли считать богохульством то, что говорит Иисус, и почему бы ему этого и не сказать. Ну, вот, это не столько искреннее возмущения членов Синедриода реальным богохульством, сколько попытка зацепиться за некоторый наполовину надуманный повод, когда вот важно найти основание для смертного приговора. В других вариантах рассказа о том же самом говорится о том, что Иисус соблазнял Израиль, сбивал его с пути и призвал народ к восстанию, скажем, в Талмуде такого рода формулировки мы встретим. В краткой форме это и будет обвинение в лжемессианстве и лжепророчестве, которое мы видим, собственно, в Евангелии. В этом смысле тоже рассказ вполне исторически адекватен. Единственное, только здесь возникнет потом проблема, что надо будет перед римской властью каким-то образом защищать это обвинение. По религиозным причинам правитель, скорее всего, отказался бы казнить кого бы то ни было, Иисуса в частности. Но это уже тема, которая относится к началу следующей главы. Здесь же в 26-й в самом конце, когда быстро-быстро, кстати, незаконно, еще и потому, что ночью, и кажется, судя по историческим возможным свидетельствам и толкованиям, они, вероятно, еще раз собрались рано утром после рассвета, чтобы подтвердить смертный приговор, потому что никакой смертный приговор, вынесенный ночью, не был действителен. Поэтому тянется некоторое время, между тем моментом, когда Иисуса появили, они там все, значит, стали рвать на себя одежды и говорить повинен смерти, и утром, когда его, собственно, ведут к Пилату. Дело не только в том, что Пилат еще спит, а в том, что приговор должен быть вынесен при свете дня. И вот в это время, как рассказывает нам евангелист и другие евангелисты, вероятно, изначальный рассказ о страстях, во дворе первосвященника к Петру подходят люди и так или иначе говорят ему «ты был с Иисусом Назарянином». Особенно непонятно, грозит ли это чем-то Петру или нет. И когда он говорит «я не знаю этого человека, пытается ли он просто откреститься от участия в этом бунтарском движении, я здесь ни при чем или какие-то иные мотивы, может быть, более сложные им руководят, но тоже евангелист не вводит нас в рассмотрение этих глубинных и тонких мотивов, перед нами все же не роман, а просто говорит о том, что вот в этот момент запил петух, и Петр вспомнил о словах Иисуса и вышел вон горько плача, потому что вот что происходит с Иисусом, как его осуждают, не потому, что он виноват, а потому, что его хотят осудить, хотят убить, и вот снова люди, которые ничего не могут здесь сделать участие, которых здесь в каком-то смысле минимальное, минимальное. есть виноват, что он может помнить, что он не может не быть не они могут Продолжение следует...